Внимание! Когда данный обзор уже был готов и почти выложен на YouTube, Asus выпустили обновление, которое исправило неработающий NFC в последних экземплярах данного смартфона. И сейчас NFC работает. Но чтобы вы знали о таких моментах, я не стал кардинально менять обзор. И вам будет интересно узнать, с чем я столкнулся. Приятного просмотра! Привет! SmartPlus следит за очень интересными и удачными моделями в плане цена-качество. Но и никак я не мог упустить данный гаджет. Это Zenfone Max Pro M1 от Asus. Про него, наверное, мало кто не слышал, ведь нашумел он неплохо. Все благодаря его очень удачному процессору Snapdragon 636 и огромной батареей 5000 мА. И, конечно же, наличию модуля NFC для совершения бесконтактных платежей. Но если вы готовы услышать о нем впервые или вам нужно честное мнение от независимого канала, то вы по адресу. Ведь, к сожалению, не все так хорошо, как бы мне хотелось. Расскажу и покажу все как есть. Посмотрим на сильные и слабые его стороны. Меня зовут Андрей. Вперед! Один из самых популярных бюджетников этого года это Xiaomi Redmi Note 5. Именно он предлагает отличное соотношение цены и качества. Но тут вышел смартфон, который не то что готов составить, а прямо-таки составляет конкуренцию данному гаджету. Давайте по порядку. Покупал я его у нас, в одном из украинских интернет-магазинов. Не буду называть, чтобы не рекламировать. Просто ставлю ссылку в описании. И кто захочет, зайдет и посмотрит. Что понравилось, то что там можно взять его в оплату частями. На целых 10 платежей через карту Privat. И оно себе будет снимать с вас небольшую сумму. В данном случае 800 гривен раз в месяц и без процентов. Отличная тема, чтобы не платить всю сумму сразу. А стоит версия 4.64 гигабайт официальная с гарантией. Как раз 8000 гривен. В Украине доступна пока что версия 4.64 официально. В России можно купить 3.32 за 14 990 рублей. И 4.64 за 16 990 рублей. На данный момент. Я думаю переплата не столь большая, чтобы экономить на памяти в данном случае. Рекомендую присматриваться к версии 4.64 гигабайт. Также я нашел глобальную версию на Алиэкспресс. Но во-первых, я не нашел ничего о наличии NFC в данной версии. Что-то подозрительно. А во-вторых, переплата у нас не такая большая, чтобы покупать там. Ждать, да и гарантия лишней не будет за столь небольшую переплату. Итак, получил я посылку из магазина. И конечно же прямо на почте, да еще и на камеру проверил все это дело. Вот так брутально и на радостях рвем упаковочную пленку. Все оказалось отлично. Коробка из завода упакована. Вскрываем коробку и смотрим, что там внутри. Как всегда, коробка в коробке. Ну и сам телефон. Достаем и сразу же включаем. Все завелось. Ради интереса глянем, что там еще в коробке. Ну, как видим, все по минимуму. Зарядка и кабель microUSB. Ладно, остальное дома посмотрим. Итак, в спокойной домашней обстановочке самое интересное. Снимаем пленочку и вот он перед нами во всей красе. Как и ожидалось, что черный цвет более маркий и сразу ловит отпечатки пальцем. И чехол и стекло нужно докупать. В комплектации их нет. При первой настройке обнаруживаем, что более скоростной Wi-Fi 5 ГГц не поддерживается. Только 2,4. А жаль. Мой роутер раздает 2 диапазона Wi-Fi и скорость была бы ощутимо выше. Но если у вас роутер постарше, можно не париться. Но все равно, как-то странно. 2018 же на дворе. Также сразу видим, что смарт поддерживает как сканер отпечатка пальцев, также и разблокировку по лицу. Но и сразу после подключения к Wi-Fi смартфон сообщил, что желает обновиться. Пусть загружает, а мы на рабочем столе. Сразу смотрим, сколько у нас места из коробки. И видим, что 10 Гиг занято. Это я к тому, что 32 ГБ уже так с натяжкой будет хватать. И лучше сразу смотреть на 64. А теперь посмотрим внешность. Строгий, симметричный и симпатичный. Такой себе мужик. Все по классике. Рамки сверху и снизу есть. Но в меру не слишком большие. Все в рамках моды 2018. Но как же круто, что нет моноброви. А еще обратите внимание на небольшие скругления по краям экрана. Вот так как раз то, что нужно. Потому что в последнее время пошла мода сильно скруглять углы. Как в Покафоне F1, например. О котором я рассказывал в прошлом видео. Это уже чересчур. Сзади металлическая спинка, обрамленная пластиком. Сканер на удобном месте. А снизу гордый логотип Asus. Двойная камера в левом верхнем углу. И отлично, что она выступает совсем немного. И смартфон не будет раскачиваться на столе, лежа на спинке. И примечательно, что есть вход для наушников. И он в удобном месте, на нижнем торце. Тут же динамик и microUSB вход. Как бы намекает, что это не флагман. Иначе тут бы стоял USB Type-C. Сверху только второй микрофон. Качелька справа. А слева еще одно достоинство данного смартфона. Слот по две сим-карты и карту памяти. Это лучшее решение. Всегда можно расширить память, даже если пользуетесь двумя симками. Сверху датчики. Индикатор событий многоцветный, кстати. И также спереди есть вспышка. Что уже не редкость в смартфонах такого класса. В руке сидит отлично, благодаря скруглениям. Теперь об одном из главного в смартфоне. О его экране. Это IPS Full HD Plus матрица. Имеет отличные углы обзора и хорошую цветопередачу с правильным балансом белого. В настройках также можно подкорректировать его в более холодную или теплую сторону. Также доступен ночной режим, когда экран будет желтее. Яркость хорошая. На улице отлично видно. А вот в темноте может быть немного ярковато. Нижний порог выше, чем хотелось бы. Алиофобка есть. Так же как и 2.5D скругление по краям. Быстродействие оболочки на должном уровне. Ведь тут установлен популярный процессор среднего уровня Snapdragon 636. Функционал самой оболочки, а это практически чистый Android, минималистичен. Например, управление тремя наэкранными навигационными кнопками. Которые даже нельзя в настройках поменять местами. Мне не очень удобно, поскольку я привык, когда кнопка назад справа, а не слева. Они наэкранные, и это легко было сделать. А нет, не захотели. Настроек не очень много по современным меркам, но основные на месте. И даже радио есть. Если кто-то еще слушает его, пишите кстати об этом в комментариях, кому оно еще нужно. Также одной из изюминок данного аппарата является наличие модуля NFC. Вернее, являлось бы в моем случае. Ведь NFC ни хрена не работает тут, к моему большому сожалению. Как я не пытался, я не смог добавить свои карты для оплаты. Которая отлично работает на моем основном смартфоне, Sharpie Aquas S2. Что я только не делал. И удалял обновление приложения, ведь оно тут системное. И включал-выключал галочку NFC в настройках. Результат один. Карту добавить невозможно. Пошел искать подобные проблемы в интернет. И таки нашел. Спасибо людям, что разобрались раньше. Оказывается на момент выхода этого видео, я надеюсь кстати, что уже пофиксили. У свежих версий смартфона, серийный номер которых начинается на J8, нет сертификации. При покупке смартфона смотрите на серийный номер. Если начинается на J8, то погодите немножко, не спешите покупать. Если он уже ваш и у вас такая же проблема, опять таки смотрите серийник сзади. Также заходим в Google Play Market, далее идем в настройки и внизу смотрим нижний пункт. У меня так же как и тут на скриншотах, как видите. И значит я не могу платить. Ну что же Asus, спасибо. Допустим я брал смартфон только ради NFC и что теперь? Ох Asus, подставляешь ты себя. Едем дальше. Остальные датчики на месте. GPS как всегда на Snapdragon работает отлично. Сканер отпечатка пальцев срабатывает с нормальной скоростью и точно, хоть можно и быстрее, но вполне комфортно. Разблокировка по лицу тоже работает чуть медленнее и нужно перед этим разбудить экран кнопкой питания. Тормозов и лагов практически нет. Игровая производительность хоть и не топ, но на отличном уровне. Включаем игру Benchmark, танки. Именно благодаря им мы можем наблюдать количество кадров в реальном времени. И так как графика тут тяжелая, значит если тянет их нормально, потянет и все остальное. Выставляем высокие настройки без сглаживания и как видим можно играть. Но тут еще все зависит от карт и количества техники. На высоких просадки могут быть. Так что лучше среднее. Вполне можно назвать игровым данный смарт благодаря большому дисплею без всяких там вырезов в экране, без всяких там сильных скруглений, а также нормальной производительности и что немаловажно хорошей автономности. Давайте как раз поговорим о ней. Вот пока я тестировал смартфон, он лежал дома. То поиграю, то видео покручу, то почитаю, то ютюб просто поклацаю. Три дня и восемь часов, Карл, при трех часах активного экрана. А у него еще остается заряд. Толку от всей этой начинки, если батарея тут была бы на 2500 или 3000 мА, к примеру. Тут она на целых 5000. Жить ваш смартфон будет точно целый день под нагрузкой выше среднего. Или два дня с более-менее умеренной нагрузкой. Выдавая 7-9 часов экрана. Полчаса ютюб садят смарт на 5%, полчаса игр на 7%, что неудивительно для этой батареи. А в режиме ожидания ведет себя тоже хорошо. Видео с ютюб будет воспроизводить на полной яркости почти 14 часов. Что очень хорошо. Так что автономностью будете довольны. Теперь о камерах. Основная двойная камера 13 мегапикселей с апертурой f2.2. А для размытия заднего фона в портретном режиме предусмотрен 5-мегапиксельный модуль. И фронталка на 8 мегапикселей. И скажем откровенно, камеры не самая сильная сторона данного девайса. Фото получается нормальными только при хорошем освещении. Но только нормальными, далеко не идеальными. А как только освещение немного падает, фото становится мыльными, частыми смазами. Видео примерно та же картина. Плюс бюджетность сенсора выдает слабый динамический диапазон. Пример записи видео в отличном освещении. Освещение отличное. Кошка белая. Уже не совсем белая. Вечер. Освещение не очень хорошее. И вот такое качество съемки. В плохом, можно сказать, освещении. Фронталка тоже не самая лучшая в этой ценовой категории. Но, конечно, и не самый худший вариант. Теперь о звуке. Понравился звук из внешнего динамика. Громкий и объемный. Вот как коротко можно описать его. Звук разговорного динамика тоже хороший. Если говорить о наушниках, то вот такие вкладыши, например, смартфон без проблем раскачивает. А вот такие закрытого типа уже нет. Громкости мало. По частотам неплохо. Но, например, эти простенькие, но неплохо звучащие Xiaomi-шные наушники имеют перебор по высоким частотам на стандартных настройках. И хотелось бы немного убрать эквалайзером. Но встроенного эквалайзера нет. Нужно искать и устанавливать сторонний. Что неудобно. А так, например, с YouTube звук не подправить. А для скачанной музыки нужно будет устанавливать плеер, коих достаточно. Ну что же, друзья, самое время подвести итоги. Понравилась батарея? Тут точно, конечно же, зачет. Неплохой дизайн с относительно небольшими рамками и относительно небольшая толщина при такой батарее. И даже не скажешь, что тут 5000 мА по толщине. Также понравился экран и его верхняя яркость. Цветопередача. Понравился звук из разговорного и внешнего динамика. Скорость работы и производительность тоже на должном уровне. Памяти на сегодня тоже достаточно. В моем случае 4,64 гигабайта. Также плюс это полноценный лоток на 2 сим-карты и карту памяти. Ну и к плюсам можно отнести многоцветный индикатор, кому это может быть важно. Что не понравилось. Первый и самый главный фейл это нерабочий NFC на смартфоне, за который я отдал 280 баксов. Что не очень так и мало, кстати. Также не очень понравился нижний порог яркости дисплея, немного ярковато. Звук из наушника вроде и неплохо, но запас громкости слабоват. Из функционала оболочки хотелось бы немного больше настроек, хотя это на любителя. Также в минусы относим отсутствие поддержки Wi-Fi на 5 гигагерцах. Камеры та же песня. 280 баксов, а камеры откровенно бюджетные. Micro USB порт. Повторюсь, что можно было бы уже ставить не micro USB, а Type-C. Но такова политика производителей смартфонов в среднеценовом сегменте. Если вам нравится данный смартфон, то в принципе можно брать. Лучше не в Китае, а по месту. О плюсах и минусах вы теперь в курсе и надеюсь, что в благодарность вы поставите лайк. А если вам было бы интересно сравнение Redmi Note 5 и данного гаджета, то пишите об этом в комментариях и можно будет устроить. А также подписывайтесь на канал, ведь тут мы ищем действительно стоящие и интересные гаджеты для обзоров. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok